Всем доброго времени суток! С вами снова канал Тропикал. И сегодня я бы хотел вам рассказать о витаминах. Ну а точнее сегодня мы поговорим о витаминах для рептилии. И не только витаминах, а еще и кальции. То есть кальций с Д3 и просто про обычный кальций. И про все про это я сегодня вам расскажу. И ребята, я бы вас хотел замотивировать писать комментарии. И теперь каждый, кто напишет реально крутой комментарий, попадет в следующее видео. Ну что, мы приступаем, поехали! А нужен ли моей прыткой ящерице кальций? И обязательно ли ей витамины? Многие меня спрашивают об этом в комментариях. И сегодня я про это все расскажу. Ну а начнем мы с кальция. Кальций, он обязателен для любых животных. То есть будь то змея, ящерица или какой-нибудь хомячок. Кальций в первую очередь нужен для укрепления костей животных. Но в некоторых случаях кальций просто так не усваивается. И для этого, например, у прытких ящериц или бородатых агам используют ультрафиолетовую лампу. Либо же можно использовать кальций с Д3. В нем уже есть витамин Д3, при котором кальций будет довольно-таки хорошо усваиваться в организме животного. Также назревает следующий вопрос. А для чего нужны витамины? И нужны ли они вообще ящерицы? Но витамины, точно так же, как и кальций, необходим всем животным и даже людям. Во-первых, витамины помогают избежать многих болезней. Во-вторых, некоторые витамины также помогают усваиваться кальцию. Да и в общем, если ваше животное будет употреблять витамины, то оно, во-первых, будет жить гораздо дольше, чем животное, которое не употребляет витамины. А если у вас еще и маленькое животное, допустим, там какой-нибудь месячный детеныш ящерицы, то ему витамины и кальций очень важны, потому что если вы не будете ему этого давать, то он будет развиваться неполноценно. То есть, возможно, он будет меньше своих сородичей, возможно, у него будет развиваться арахит или какая-нибудь другая болезнь. Да и вообще многие новички, которые начинают свой путь террориумиста с прытких или там живородящих ящериц, они очень сильно экономят на животных и тем самым получают трупы. Да-да, именно трупы, потому что ящерицам необходим ультрафиолет, витамины и кальций. А новички, поскольку у них нет денег, это, как правило, дети, они не могут себе позволить купить там дорогую ультрафиолетовую лампу там за две тысячи рублей или какие-нибудь витамины за полторы тысячи. И они начинают искать в интернете способы, как же всего этого избежать. Там незнающие люди начинают их успокаивать тем, что это вообще ящерицам не очень нужно и вообще прыткие ящерицы там без этого спокойно живут. Но это, как правило, рассказывают люди, которые сами ничего не знают и думают, что они прям такие профессионалы. Но, тем не менее, вот такие вот люди имеются. Так, что-то я немножко отошел от темы, но, в общем, сейчас, возможно, вы спросите, а какие же витамины нужны ящерицам? Если я, допустим, возьму там какой-нибудь кальций в таблетках из той же аптеки, размельчу его, допустим, и дам ящерице. Или вообще куплю какие-нибудь баночки для детей, в которых витамины, и просто размельчу и также дам ящерице. Можно ли так делать? Вообще, организм человека и ящерицы довольно сильно отличаются. Потому что человек это млекопитающая, а ящерица это рептилия. И, соответственно, пропорции витаминов человеку и ящерице тоже нужны разные. То есть, то, что там дают для детей, не совсем подойдет прытким ящерицам или каким-нибудь другим видам. Для этого есть специальные витамины. Вот, как вы здесь видите, есть Reptile Life и вот такие вот кальций из D3 и просто кальций. Можно брать любую фирму. То есть, там желательно, конечно, брать то, о котором более хорошие отзывы. Я вот в свое время немножко неправильно сделал и купил вот Reptile Life. Вот такие вот витамины, на заднем плане их видно. И многие говорят, что это плохие витамины. Но, в принципе, я не сталкивался с какими-то проблемами. Все-таки я кормлю и ящерицу свою ими, подкармливаю. И элблифару даю. И все животные у меня здоровые. И я не замечаю каких-то отклонений. Так что, в принципе, я могу пока пользоваться Reptile Life. Но многие, конечно, рекомендуют брать такие фирмы, как Repashy или какие-нибудь другие более популярные фирмы. Все-таки, вроде как, они более проверенные и все подобное. Но, ребята, поскольку я пока на своем опыте сам не убедился, что это плохие витамины, я буду ими пользоваться. Конечно же, когда они кончатся, я куплю более какую-нибудь крутую фирму. Там, допустим, ту же самую Repashy. Но лично мне кажется, что даже с Repashy лучше использовать кальций с D3. То есть, самое оптимальное количество витаминов, это вам, получается, нужно будет купить отдельно кальций, отдельно кальций с D3 и отдельно витамины. И в таких пропорциях это будет идеально для вашего питомца. Ну что, ребята, мы будем потихоньку заканчивать. Разумеется, вывод такой, что ящерицам всем необходимы витамины. Будь то прыткая ящерица с улицы или какая-нибудь там экзотическая бородатая агамма. В любом случае, вам необходимо будет купить как кальций, так и кальций с D3 и витамины. Если вы не сделаете этого, то ваш питомец с большей вероятностью погибнет. Ну что, ребята, я буду заканчивать, прощаться с вами. Ставьте лайки, смотрите другие мои видеоролики. Подписывайтесь на канал, расскажите друзьям. Всем пока-пока.